Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Самарская область привлекает туристов, живописной природы, тут и заповедные леса, и жигулевские горы, реки, озера, целебные источники. Есть места, веянные легендами, связанные с российской историей. По горам, лесам проложены маршруты, которые доступны даже для неподготовленных путешественников. Можно купить путевки и познакомиться с самыми отдаленными уголками. Словом, отдых в Самарской области в 2020 году будет активным, насыщенным и познавательным. Вот об этом я сегодня говорю с моими гостями. Артур Игоревич Абдрашитов, заместитель министра, руководитель департамента туризма и Министерства культуры Самарской области, и Елена Мартыненко, директор туристической компании. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, да, и первый вопрос у меня к вам, Артур Игоревич. Вот эксперты утверждают, что все-таки правильное представление информации о регионе и о стране повышает турпотоп, ну вот, как минимум на 7-8%. Скажите, пожалуйста, а вот что делается в Самарской области для этого? Действительно, как вы правильно отметили, на сегодняшний день одним из главных направлений для развития отрасли туризма является качественное, агрессивное и достаточно активное продвижение наших туристических возможностей. Если мы часто отмечаем, что инфраструктура должна опережать туристический поток изначально, то в части продвижения можно сказать, что продвижение должно опережать инфраструктуру для того, чтобы обеспечить ее заполнение. И действительно, на сегодняшний момент мы направляем наши усилия для того, чтобы максимально рассказать о наших туристических возможностях, как минимум нашим приоритетным территориям, откуда мы видим и ждем туристический поток. Это прежде всего регионы Центрального федерального округа, наши соседи из Привожского федерального округа, откуда можно доехать в течение нескольких часов, в том числе и на своем собственном автомобиле. И на сегодняшний момент мы видим интерес со стороны регионов Уральского федерального округа, которые также проезжают, возможно, немалое расстояние, это около тысячи километров, но тем не менее также имеют интерес к нашему богатому региону на Волге. И слово «на Волге» здесь, наверное, ключевое, потому что Самарскую область действительно воспринимают как жемчужину, стоящую на Волге. Они мечтают совершить как минимум хотя бы небольшую прогулку по Великой реке, но некоторые из них совершают многодневные круизы. Поэтому на сегодняшний момент реклама наших туристических возможностей – это то, что нам необходимо, и это то, над чем мы будем работать в ближайшее время усиленно. И в этом случае, я думаю, мы добьемся цифр не 7-8%, а еще более лучших результатов. Елена, ну расскажите, пожалуйста, какие все-таки, на ваш взгляд, достопримечательности Самары стоит обязательно посетить? У нас в Самарской области очень много достопримечательностей, и если мы говорим о природных достопримечательностях, то у нас просто величайшие ресурсы в нашем регионе. И мы всегда этим гордимся и всегда с удовольствием показываем нашим туристам, нашим жителям. У нас даже есть двухдневные туры в муниципальные районы. То есть регион настолько большой, что одним днем мы иногда не умещаемся. И в последнее время, которое было связано с определенными обстоятельствами, оно сподвигнуло людей и в том числе на самостоятельные путешествия. И вот сейчас у нас разрешены экскурсии с 3 июля на открытом воздухе. Это подразумевает то, что мы предлагаем нашим жителям, нашим гостям экскурсии всевозможные на наши самарские красоты. Вот выходные, это и замок Гарибальди, и сейчас открываются новые такие модные достопримечательности, я бы сказала, как то Падовский карьер, например, так Малинский водопад, подвальские террасы, всевозможные озера. Вот я не слышала даже о том, что все возможные озера. Это, конечно, плюсом к тем достопримечательностям, которые широко известны. Это и село Ширяево, и село Виновка, Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Рачейский бор, Бузулукский бор. Это вот те зоны, про которые можно рассказывать очень долго, бесконечно. И растет интерес и к сельскому туризму, к таким красивым картинам. То есть люди начинают караулить, скажем, цветения, например, маки, подсолнухи. То есть все это выражается и в впечатлении туристов, и в красивые фото, которыми заполнены, в общем-то, все соцсети нашими жителями. И часто мы получаем обратную связь, что как здорово у вас действительно красиво в Самарской области. Но я хочу сказать, что Самарская область и Самарский край очень богат еще и на событийный туризм. Вот скажите, пожалуйста, в этом году что будет нового, интересного, познавательного, разумеется? Да, вы правильно отметили, что событийный туризм на протяжении достаточно долгого времени являлся одним из самых приоритетных и наиболее развитых видов туризма для Самарской области. При этом, наверное, именно этот год для проведения массовых мероприятий, он стал действительно одним из самых сложных, потому что массовые мероприятия – это, наверное, то направление, которое было в первую очередь закрыто. И, к сожалению, наверное, сегодня мы можем сказать, что это то направление, которое в последнюю очередь будет открыто. Это действительно один из самых больших рисков для неблагоприятного развития эпиземиологической ситуации. Я имею в виду проведение массовых мероприятий. Часть мероприятий, в том числе, которые уже прошли, в том числе, которые мы достаточно ждали – это «Рок над Волгой», который в этом году назывался «Рок на Волге». Это «Рок над Волгой» – это «Грушинский фестиваль». Они прошли в формате онлайн. Онлайн. И, кстати, «Грушинский фестиваль» онлайн посмотрел очень большое количество. По-моему, если мне память не изменяет, около полумиллиона человек. Все верно. Это действительно очень хорошие цифры. Это также необходимые меры для организаторов мероприятий, в том числе и для правительства Самарской области, на которые мы пошли, потому что необходимо сохранять и даже где-то подогревать интерес к этим событиям для того, чтобы уже на следующий год люди, вспомнив то, что они видели на экранах своих мобильных телефонов, других устройств, они вспомнили об этом фестивале и обязательно запланировали на них поездку. На сегодняшний момент мы живем ожиданием перспективы на вторую половину августа. Именно этот период рассматривается для проведения тех мероприятий, которые были перенесены ввиду ограничительных мер. Это фестиваль «Волга-фест», который планируется на данный момент, подчеркну именно на данный момент, на последнюю декаду августа. Это фестиваль классической музыки «Тремоло», известный долгое время под брендом классика «Над Волгой». И многие другие. Поэтому мы очень надеемся, что эти даты сохранятся. И на сегодняшний момент нам действительно крайне важно сохранить эти даты, потому что многие туристы, как индивидуальные, так и организованные благодаря нашим туроператорам, они планируют поездки, в том числе связанные с посещением этих событий, которые проводятся в нашем регионе уже не один год. Они знакомы, они очень любимы, они очень характерны для нашего региона, тем более, что озвученные мной фестивали, планируемые на конец августа, они проходят на берегах Волги, на наших заповедных территориях, которые имеют очень красивый фон. Поэтому мы ждем и надеемся, что более переносов уже не будет, и мы откроем эти фестивали. Погода благоволит, вот хочется уже окунуться в эту атмосферу, хочется отдыха. Вот, кстати, каков туристический поток ожидается в этом году? Ну, со своей стороны, я как представитель туроператорского сообщества, у нас готовы все туристические пакеты на любой вкус, начиная от одного дня пребывания, выходных дней, двух, трех и так далее. И это и насыщенные экскурсионные маршруты, и на выбор туриста больше отдохнуть, и поменьше, скажем, напрягаться, путешествовать. И со своей стороны мы готовы. Другой вопрос, конечно, что все регионы открываются неравномерно, и от этого, конечно, зависит этот туристический поток. То есть, вот там, где уже что-то открыто, и люди могут планировать, у нас как бы регион открыт, въезжать можно, купить билет, соответственно, посмотреть логистику. То есть, вот мы ожидаем, прежде всего, из соседних регионов, это регион Башкирии, Пензенская область, Оренбургская область, Казань, надеемся, вот, это и, собственно, туристы, которые могут приехать через пересадку в Москве, если, собственно, у них запланировано путешествие на Волгу, ну, как-то, например, круиз, да, его же можно начать из любого города. И из Самары у нас отправляется очень много теплоходов, они все вот идут в рейс очень радостно за наш круизный рынок. И поэтому очень важно, что люди, которые приедут или планируют приехать в Самару, имеют достаточно очень большой выбор. То есть, это и пребывание в городе, которое доставляет удовольствие, потому что гулять по нашему историческому центру, это действительно очень большое наслаждение. Это и совместить пребывание в регионе с пребыванием на туристических объектах. У нас все базы отдыха сейчас вот практически аншлаг на базах отдыха. Открыты, да, и готовы, принимают своих туристов. И по информации самих объектов мы вот сейчас понимаем, что, наверное, до 35% отдыхающих на наших туристических базах – это люди из других регионов. То есть, они либо успели забронировать, либо вот повезло им, скажем, их решение. И вот сейчас, в этом году, снова становится востребованным экономичный сегмент отдыха. То есть, это не обязательно там со всеми большим комфортом. Условия приспособлены к пребыванию на природе. Я хочу сказать, турбазы есть на любой вкус и кошелек. На любой, абсолютно. Да, и тем более, что вы сказали, из соседних регионов. Вот для меня это не новость, потому что это была тенденция, распространенная всегда. Это всегда было. Я тоже люблю отдыхать на турбазе. И соседи из соседних регионов, то есть, постоянно пребывали. Это очень радостно за наш год. Это всегда было, и более того, что есть объекты, которые любят иностранные гости, которые вот отдыхают у нас летом. Но для нас было таким удивлением, что люди мобилизовались достаточно быстро. Купили билеты и приехали. И сейчас у нас есть запрос из других регионов на отдых в Самарской области. И просят посоветовать какую-то красивую картинку, чтобы иметь расстояние до города. Да, да, да. Поэтому мы, со своей стороны, готовы предложить отдых на любой вкус. И потанцевать на набережной вместе с нашими гостями, отправиться с ними на экскурсии. И покатать их на катерах, и речную прогулку. Абсолютно любой. Артур Игоревич, у меня к вам вопрос. Я знаю, что вы долгое время работали в Казани. Были замглавы госкомитета по туризму. Вот скажите, пожалуйста, будете ли вы внедрять в Самарский регион какие-то ноу-хау Татарстана? Что касается в целом развития туризма на территории Самарской области, несомненно, в целом ряде вопросов мы опираемся на тот опыт, который есть у других регионов, в том числе и у Республики Татарстан. Те вопросы, которые касаются развития различных направлений туризма, те вопросы, которые касаются продвижения туристского продукта. Несомненно, здесь мы используем передовой опыт, в том числе и того региона, откуда я прибыл, в Самарскую область. И действительно, в ряде вопросов здесь не требуется изобретать велосипед, потому что в свое время Республика Татарстан брала некоторые инструменты, в том числе и продвижение туристского продукта, например, у ряда зарубежных направлений. Поэтому здесь нет часто чего-то нового. Это те технологии, которые были уже в той или иной степени опробированы. Поэтому мы их активно внедряем действительно на территории, в том числе и Самарской области. И на сегодняшний момент нами уже реализуются некоторые проекты, которые были опробированы в Татарстане. Эта тенденция будет продолжена, но нужно понимать, что Самарская область имеет свою ярко выраженную специфику, в том числе в части определения приоритетного вида туризма. Если вы упомянули о Республике Татарстан, то там этот вид туризма культурно-познавательный, то для Самарской области, несомненно, здесь приоритетный вид туризма – это экологический. При этом это иная специфика в продвижении этих ресурсов, это иная специфика по их использованию, при этом с определенными необходимыми мерами по их сохранению, потому что и то, и другое необходимо сохранить и не превысить допустимые значения по антропогенным нагрузкам. Поэтому здесь есть та специфика, которая в том числе и для меня является в какой-то степени новой, но это даже, на мой взгляд, хорошо. Итак, я сейчас предлагаю прервать наш разговор и посмотреть первый пресс-тур, который совсем недавно состоялся, называется он «Поехали». Рев мотора, теплое солнце и красавица «Волга». В Самаре открылись небольшие прогулочные маршруты на теплоходах. Граждане поспешили воспользоваться возможностью. На борту необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и надевать маски. Эти меры безопасности сейчас необходимы, и туристов они не пугают. В минувшие выходные на экскурсии за «Волгу» отправились больше 200 человек. Из-за эпидемиологической ситуации туроператоры предсказывают повышенный спрос на внутренний туризм. Поэтому для самарских путешественников приготовили много альтернатив. В их число входят и теплоходные прогулки. Не стоит волноваться здесь и о безопасности. Например, выход такого судна на «Волгу» возможен только при условии, что на борту будет находиться не более 60 человек. Это 50% от общего количества мест. Самарская Лука, Голубое озеро, Царев Курган – направлений для отдыха в пределах региона немало. Для самарцев, у которых нет возможности путешествовать на машине или нет желания самим планировать поездку, Департамент туризма областного министерства культуры при поддержке правительства Самарской области запустил туристический проект «Поехали». Жители во время речных прогулок, пеших и автобусных экскурсий будут знакомить с достопримечательностями края, показывать культурные и природные богатства, а также открывать новые туристические маршруты. Например, круиз по реке Самарка, сопровождаемый подробным рассказом, наполненным интересными историческими фактами. Наша задача именно туристической компании – показать не только то, что уже доступно, и дать там, может быть, какие-то толчки новому развитию вот этих маршрутов, а то, что люди сами, например, не могут посмотреть. Вот как раз на это и рассчитано, еще раз повторяю, эта программа «Поехали» с большим комплексом вот таких вот направлений. Самое популярное направление речных мини-круизов сейчас – село Ширяево. Идти до него всего час, зато уже по пути открывается Волжское раздолье. Новинка этого сезона – тематические вечеринки на теплоходах для взрослых и малышей с разделением корабля на разные зоны и привлечением профессионального ведущего. Не теряют популярности и спокойные прогулки вдоль городского побережья. На дно из них побывали и мы, и остались довольны. Речная прогулка от 6-го причала до Барбошной поляны заняла у нас 2 часа. Это масса впечатлений, бодрящие брызги Волги и потрясающие самарские пейзажи. Ну что же, продолжаем наш разговор. Вот жители Самарской области, мы сейчас до сюжета об этом с вами поговорили, начали знакомство с новым видом экотуризма. Скажите, пожалуйста, вот какие в связи с этим новые места любители отдыха могут для себя открыть? Здесь я бы, наверное, сказал, что они не новые для Самарской области, но действительно целый ряд жителей Самарской области, они открывают на сегодняшний момент для себя новые маршруты экологического туризма. В чем главные преимущества экологического туризма? Это его доступность. Мало того, мы имеем очень хорошую доступность здесь, на территории Самарской области, именно маршрутов экологического туризма, так как территория национального парка Самарская Лука и в целом природно-исторического образования под названием Самарская Лука находятся буквально напротив крупнейших городов нашей области, Самары и Тольятти. Поэтому жители либо с помощью наземного вида транспорта, либо, что еще более популярно, водного вида транспорта могут оказаться прямо на начале этих маршрутов. Сегодня одни из самых популярных маршрутов экологического туризма это, несомненно, восхождение на гору Стрельная на территории Жигулевского заповедника, это маршрут на Молодецкий курган, также национального парка Самарская Лука, это и территория старинного села Жигули, где также можно опробировать маршруты экологического туризма, при этом в том числе в рамках конных прогулок по этой территории. И все эти маршруты, они на сегодняшний момент открываются не только нашим приезжим гостям, но также многим жителям. Без преувеличения, на сегодняшний момент нам известно, что огромное количество жителей Самарской области, ну, во всяком случае, до этого года, не бывали на этих маршрутах, и они открывают их для себя впервые. В общем-то, для этого мы и разработали программу под названием «Поехали», которую сейчас реализуем, и надеемся, что процентное соотношение жителей, которые были на наших маршрутах, в том числе экологического туризма, которые еще не успели их посетить, изменится в положительную сторону. На сегодняшний момент Самарская область принимает участие в конкурсе агентств стратегических инициатив по развитию туристко-рекреационных кластеров экологического туризма, и туда мы вносим нашу огромную территорию, территорию Самарской Луки, прилегающую территорию, и надеемся, что участие в этом конкурсе даст еще больше виток в развитии экологического туризма. В наших планах, несомненно, реализация мероприятия по обустройству, так называемых экологических троп и маршрутов, и проведение этих работ имеют не только, так скажем, цель имиджевого продвижения этих маршрутов, но и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на этих маршрутах, потому что прохождение экологических маршрутов, они в той или иной степени связаны с определенным риском, и наша задача действительно обустроить их таким образом, чтобы они были на 100% безопасными. Хорошо. Вот, Елен, все-таки можно ли сейчас сказать, что оживает туризм в Самарской области? Конечно, я понимаю, что пока экскурсии проводятся небольшими группами, но вот все-таки будут организованы экскурсии, в том числе и для школьников, потому что лето, пора отдыха и каникул. Ну, если говорить об экскурсиях в природные зоны, в сельской местности, экскурсии, посвященные национальному колориту нашего региона, то они уже присутствуют в календарном плане, и у туроператоров, собственно, этот календарный план уже готов. Вот сейчас Туристко-информационный центр хочет аккумулировать у себя все вот эти маршруты в один ресурс, и наши жители будут иметь возможность выбрать себе по вкусу экскурсию. И, конечно, в этом году интерес к Самарской области у самих жителей намного выше, чем это было до этого. И вот что касается национального колорита, мне бы тоже хотелось это отметить. Если я не ошибаюсь, то в России у нас проживает порядка 160 национальностей. 167, если вы не можете. Да, да. И в Самарской области я, опять же, если не ошибаюсь, 157 национальностей проживает. Поэтому у нас есть такие экскурсии, которые ознакомят с культурой народов. Это и... У нас есть такая экскурсия даже «Мардва, татары и чуваши, корни наши». Началось в колхозе «Утро», да, там, например, с такими вот названиями интересными. И это не только, скажем, народы, которые проживают, вот, знакомые всем народу. У нас есть экскурсия, например, там, «Тольятти с итальянским колоритом», да, или там уголочек Франции, да, в Самарской области. Вот, кстати, да, есть уже информация. В том году очень масштабно отметили в нашем регионе, в селе Клявлино, Сабантуй, да? Сабантуй, да. Вот в этом году что-то уже будет, что-то ожидается? Есть информация? Ну, как уже говорил, сегодня сложно планировать точные даты мероприятий, но надеемся, что традиционное мероприятие для Клявлинского района, оно также состоится. И действительно, северо-восток Самарской области это место, там, компактного проживания татарского народа, и, естественно, которое имеет свои национальные особенности, свои национальные события и праздники. Поэтому надеемся, что вот национальные праздники тех народов, которые живут на территории Самарской области, они также будут реализованы, пусть и с переносом сроков, хотя они часто имеют четкие даты, но в той или иной степени состоятся. Спасибо. Вот все же лето, время фестивалей, уличных концертов, онлайн, опен-эр-вечеринок. Скажите, пожалуйста, все-таки сохранится ли тенденция в этом году? В этом году мы точно можем сказать, что количество оффлайн-мероприятий по итогам года будет однозначно меньше. Но сегодня мы можем сказать, как только будут сняты ограничения для проведения массовых мероприятий, огромное количество мероприятий состоится. Мало того, сейчас мы проводим работу, чтобы рационально распределить мероприятия по новым для них датам. Как уже упоминалось, последняя декада августа это такой первый будет, надеемся, период для проведения массовых мероприятий именно в формате оффлайн. И здесь нам важно, чтобы не допустить проведения в одни и те же даты сразу нескольких мероприятий, потому что с точки зрения планирования событийного календаря, с точки зрения направления привлечения туристического потока, это не совсем рационально. У нас есть немало выходных, которые мы можем заполнить, но, однако, мы понимаем, что проведение мероприятий на открытом воздухе всегда сопряжены с риском неблагоприятных погодных условий, поэтому мы все-таки стараемся уместить самые яркие мероприятия до конца сентября, потому что октябрь это уже спад туристического сезона активного, хотя, несомненно, туристы продолжают приезжать к нам, но активный сезон это период с конца апреля и до конца сентября. Ну и, наверное, заключительный вопрос хочу задать Елену вам про речной туризм, ведь не секрет, что Самарская область входит в восьмерку популярных регионов России для отдыха летом на Волге. Расскажите, пожалуйста, вот мы увидели, что возобновился речной туризм, все-таки какая тенденция развития в 2020 году? Ну, конечно, речные прогулки, речные круизы – это один из любимых отдыхов жителей нашего региона, и к нам приезжают, чтобы отправиться в круиз из других регионов, поэтому из Самары в хорошие времена отправлялось там по 19 теплоходов, и Самара – это крупнейший круизный центр на Волге, и сейчас круизы, естественно, продаются. Те туристы, которые не смогли воспользоваться возможностью отправиться в круиз, были предложены возможности перенести свой круиз, например, на следующий год, и круизные компании уже составили свои расписания на следующий год, то есть они таким образом предложили решить вопрос. Либо, скажем, вот те направления, если говорить о направлениях, то это и круизы выходного дня, излюбленные круизы Казань-Хваленск, например, более, скажем, дальние – это Волгоград, наверное, Нижний Новгород, круизы до Москвы, рейсы даже до Петербурга, и круизы покупаются очень активно. То есть они сейчас есть, и поехать путешествуем можно? Они есть, и 21, по-моему, июня, если я не ошибаюсь, отправился у нас из Самары первый теплоход в круиз. Есть проходящие теплоходы, туристы, которые прибывают в Самару, имеют возможность познакомиться с нашим городом в режиме прогулки, и автобусные экскурсии. Этот отдых всегда востребован, и эти люди, туристы, возвратные туристы, то есть в этом году они поехали на один круиз, в следующем они поедут на другой, поэтому это замечательная такая возможность путешествовать по нашей стране. Артур Игоревич, хочу предоставить вам заключительное слово, чтобы вы сейчас обратились к жителям нашего дорогого, уважаемого, любимого региона Самарского. Куда все-таки стоит отправиться этим летом? Ну и, наверное, какие-то пожелания отдыха? Пожалуйста. Обращаясь к жителям Самарской области, я хочу отметить, что действительно наш регион уже практически полностью открылся для путешествий с точки зрения ограничительных мер. У нас возможны экскурсии на открытом воздухе, у нас возможно совершение речных прогулок, у нас открытые объекты общественного питания, которые тоже составляют нашу индустрию гостеприимства. При этом как летние веранды, так и основные залы с определенными ограничениями. Мы ждем с нетерпением возможности открытия наших музейных объектов. И все это действительно стоит увидеть далеко не только туристу из другого региона, но и жителю Самарской области, потому что наши объекты интересны, часть из них действительно уникальные, которые вы не увидите в других регионах и даже странах, поэтому я бы хотел призвать начать путешествие по Самарской области, узнать ее еще лучше, потому что буквально в часе, а иногда и меньшем количестве времени езды от собственного дома скрываются уникальные объекты, о которых мы будем продолжать рассказывать и которые, я надеюсь, станут вашими любимыми достопримечательностями. Спасибо вам, уважаемые гости, спасибо, уважаемые эксперты, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Отдыхайте и отдыхайте с удовольствием. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!